Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава Откровения Анна Богослова, читая перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет Ну вот, в 15 главе у нас появилось «Семь ангелов с семи чашами гнева», и как-то это становится грустно Вот, вроде бы уже торжество, вроде бы уже у нас окончательная победа, у нас тут праведники 144 тысячи, которые перед престолом Агнца, и опять ангелы с бедствиями. Зачем? Уже было это все? Давайте попробуем прочесть, может быть, после этого что-то станет яснее Затем я услышал громкий голос из храма. Он сказал семи ангелам «Идите и вылейте семь чаш Божьей ярости на землю» Первый ангел пошел и вылил содержимое своей чаши на сушу После этого у людей, имеющих печать зверей и поклоняющихся его изображению, появились ужасные и болезненные нарывы Обратим внимание, что это как египетские казни, то есть касается лишь части, лишь тех, кто сопротивляется Богу, да, а не вообще всех людей Но это первая казнь, а дальше-то будет, скорее, всех коснется Второй ангел вылил содержимое своей чаши в море, и вода моря превратилась в кровь, напоминающую кровь мертвеца, и все живое в море умерло Здесь вообще животные страдают, да? Третий ангел вылил содержимое своей чаши на реки и на источники вод, и те также превратились в кровь Я слышал, как ангел, который имел власть над водами, сказал «Справедлив ты, тот, кто есть и кто был святой, потому что ты так судил, ведь они пролили кровь святых и пророков, и ты дал им пить кровь, как они и заслужили» И голос от жертвенника сказал «Да, Господь, всемогущий Бог, твои суды истинны и справедливы» А вот у меня вопрос Если кто-то пролил кровь святых и пророков, то зачем же уничтожать все живое на земле? Во-первых, это даже не все люди сделали Во-вторых, животные, птицы, рыба точно не проливали кровь пророков Странно Четвертый ангел вылил содержимое своей чаши на солнце И солнце дано было полить людей огнем Их жгла невыносимая жара Они проклинали имя Бога, имеющего власть над этими бедствиями Но они не раскаялись и не воздали ему славу А вот здесь уже некоторая подсказка Вроде бы всех людей жжет, но они не раскаялись То есть на земле уже не осталось тех, кто праведник, тех, кто с Богом Они все уже переселились в иной мир лучший И это просто происходит такая, говоря современным языком, зачистка территории земли Где уже ничего хорошего в принципе нет Вот такое подведение итогов Пятый ангел вылил содержимое своей чаши на трон зверя И все царство зверя погрузилось во тьму Люди в мучении кусали свои языки и проклинали Бога небес за свою боль и свои раны Но не раскаялись в своих делах Ах, это все царство зверя То есть земля как общее царство зверя, где все получают наказание за свои проступки Не так ли? Уже всех праведных убили Ну, читаем дальше Шестой ангел вылил содержимое своей чаши в великую реку Ефрат Ну, наверное, самая большая из известных в библейском мире рек Вода в этой реке высохла, чтобы был готов путь царям с востока Какие-то цари с востока Ну, все время какие-то завоеватели, причем в святую землю, они приходят именно с востока Обычно через северный проход в святую землю Но, в принципе, с востока на запад это море больше неоткуда Вода в этой реке высохла, чтобы был готов путь царям с востока Потом я увидел, как и спасти дракона, и спасти зверя Изо рта ложного пророка, уже три сущности, да, у нас был дракон, зверь И теперь еще появился ложный пророк Вышли три нечистых духа, похожие на жабу Это духи демонов, совершающие знамения Они отправляются к царям всей земли, чтобы собрать их на битву великий демь всемогущего Бога Еще и какая-то война, причем в назначенный срок Вот, я прихожу неожиданно, как вор Благословен тот, кто бодрствует и хранит свою одежду, чтобы ему не ходить на гимн, выставляя на показ свой срам А это здесь при чем? То есть день наступает неожиданно, и человек, который не приготовится, окажется неодетым Но тут уж одетый и неодетый, тут вообще весь мир рушится, все пропадает, какая разница в каком виде Они собрались всех царей на место, называемое по-еврейски Армагеддон Седьмой ангел вылил содержимое своей чаши в воздух, и из храма от трона прозвучал громкий голос «Свершилось!» Тогда засверкали молнии, зазвучали голоса, загремел гром, и произошло сильное землетрясение Такого мощного землетрясения не было за все время существования людей на земле Столь великим было это землетрясение Великий город расковался на три части, и города народов пали Так Бог не забыл и Великий Вавилон, и дал ему выпить чашу, полную вина его гнева Исчезли все острова, и гор больше не стало На людей с неба падал град весом в один талант Это тридцать с лишним килограммов И люди проклинали Бога за это бедствие, потому что оно было совершенно ужасным Да, оно было совершенно ужасным И смотрите, рефрен этого повествования «Люди проклинали Бога» То есть вот здесь война Бога с человечеством, которое само объявило ему войну И как это понимать? То есть действительно ли уже не осталось праведников? Все они поклоняются сатане, то есть дракону Или как-то это иначе Может быть есть какие-то, что называется, мирные жители Те, кто лично не причастен, но попадают все равно под эти страшные бедствия У меня окончательного ответа нет Но обратим внимание, что вот в этой книге Как только мы думаем, что наконец все хорошо, наконец настала окончательная победа Новые бедствия еще хуже прежнего Что вот история человечества, история отдельного человека, история церкви, история общин Ну вообще вот все то, что происходит, оно все крутится вокруг вот этой череды бедствий И наоборот триумфов, да? И ни один триумф не окончательный, но и ни одно бедствие не окончательный Может быть язык этой книги такой своеобразный, что нам кажется, ну вот здесь он нагнетает Здесь уже прямо дальше некуда, вот прямо все заканчивается, как египетские казни в книге Исход А потом начинается что-то еще И вот здесь великий город, это видимо Иерусалим, ну и Вавилон упомянут Я напомню, что под Вавилоном, скорее всего, имеется в виду Рим, столица великой и жестокой империи И об этом будет дальше подробнее И вернется разговор об этих самых рогах, головах, зверях и так далее То есть это не то, что развернутое в хронологическом времени такое повествование Сначала одно, потом другое, потом третье Мне кажется, это скорее вот такие картинки, ну как в кино бывает, да? Там реминисценции перескакивают на прошлое, в будущее потом приходят Вот так и здесь Разные эпизоды, может быть, они даже не связаны в какую-то единую хронологию Но в них есть своя внутренняя логика И вот эта логика, она заключается, в общем-то, в чередовании эпизодов триумфа С эпизодами страшных бедствий, да? Триумфа тех, кто с Богом, страшных бедствий тех, кто нет Но и всего мира тоже, потому что, собственно, это царство этого мира Потому что в этом мире эти люди живут, и весь мир из-за них страдает Ну вот как у нас там с экологией, с чем-то еще Люди делают некие плохие поступки, от которых потом страдает все остальное Но отдельная тема, это, конечно, Вавилон Ему будет посвящена следующая, 17-я глава Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...